Вот он новый день Надеюсь там ничего страшного и серьезного Момент истины заведется или нет конечно заведется я знаю сам заехал Повреждение Положим у нас в этот раз тайтл сразу пришел Предыдущий что не дал нам тайтл Блин состояние хорошее самое главное повреждение Вы готовы их видеть? Да вообще не беда Вообще не беда Это мятина? Это не мятина Это останется так как всю жизнь Наверное фара вылетает Надо как-то попробовать потянуть Бампер новый будет Крышка Наверное зажала немножко Да скорее всего зажала Ладно мелочи Итого давайте заведем еще раз Бак полный Машина не прогрета Сенсор колеса не работает Вот мы его сбросим Ничего страшного И надо масло променять Это мелочи Это просто мелочи Сейчас запаркуем более аккуратно Ну-ка тут на заднюю скорость есть камера Нету Не беда Так как этот автомобиль На 95% потенциально Женя на автомобиль Мы еще не уговорили все условия Но Женя вроде Это будет так Это будет так Ну слушай тебе машина понравилась Поэтому будем пытаться максимально давать Ну а кто тебе ее гадует покупать? Ну вообще-то я ее нашел Если что на секунду Ну я ее нашел Просто когда торговались Я подбивал Давай-давай Я хотел до нее дать Не больше чем 8000 на Капарце Женя подбил Говорит давай чуть больше В итоге 8400 Ну на самом деле Она за 9000 нам предложили ее забрать Я не согласился Страховка мне скидывала Скидывала цены То есть я по 100 долларов подымал А они по 100 долларов снимали И мы торговались на 8400 Which is not bad Ну это достаточно неплохо С ней пришло еще пару запчастей Что-то от Dajas Что-то вот там от Tacoma Или от Furrunner Это от какой-то другой машины Как сказать Как вариант от Tacoma Их либо продать Либо себе на будущее Не дай бог на самом деле Такое будущее Просто продать Нет, так может еще одну Tacoma возьмешь Скопаться Нет, спасибо Хотя, кто знает План такой Что надо Как только машина сброшена Надо искать сразу Следующий же автомобиль Пока что потенциально у нас Замена бампера Не потенциально Это 100% замена бампера С этим вот кожухом Потому что И он идет Слава богу Вместе с кожухом Можно новый хромированный Этот вот серый А можно новый на Амазоне Хромированный Купить за 350 долларов Чтобы вот Не быть баснослона Чтобы вы думали Что я вам сейчас просто говорю Фигню какую-то Я вам ссылку скину На вот этот вот бампер в описании Вот этот вот Некрашенный Тоже 300 с лишним Тоже вот в описании Можете залезть Посмотреть какой вот Покупать Завтра еще Возможно Разбор Но это В другую сторону И вот у нас Сейчас если вы видите А вы должны увидеть У нас Замят Хитч Фаркоп Который Здесь был установлен И мы его наверное Тоже поменяем На более ровный Чтобы все было красиво У крана Вот тут видно что его выгнуло У него повело только уши Которые крепятся уже к кране Ну да В общем Короче его меняем тоже В районе 300 долларов Пока что потенциале Если все Хорошо То ремонт В районе Пока что минимум тысячи Вот этот вот Труба Мы ее тут просто повернем чуть-чуть Или вытянем Все нормально будет у нас А пока просто разбираем И пытаемся Хотя бы Открыть вот эту дверь Потому что она Застряла У нас здесь вот А это ты Я думал Ничего себе Самое главное Что центральный замок Срабатывает Значит с проводкой У нас все хорошо Все нормально Осталось только добиться Другой Ой Это даже хорошо На следующую крышку У нас Она спокойненько сядет Болты главное не потерять Вот Ой Вот и все Все снимаем Снимаем Ровно вверх Все равно Ровно вверх Не вот так вот Делается Ох Будешь? Да Надо ее поднять Да Вот тут вот Она цепляется И с этой стороны Тоже такой же хук должен быть Так Аккуратно Натали Прикрыть Сейчас как раз придется Ловика Потому что так это все равно На замену заднюю часть Поэтому мы сейчас Подцепим Да какой его отжать Вот надо будет Включить Нет 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 У меня просто вверх Подтерла Ладно вот это вот все У нас Минимум Ну это просто Надо приподнять Тоже самое здесь Щик Ну мы можем конечно открутить На всякий случай Потому что вот тут вот Типа же он должен вот Ты в правильном углу ставишь Поднимаешь И он должен Да и он просто типа снимается Подожди секунду А здесь он просто вынимается То есть там снимаем И потом в ту сторону Делаем Понимаешь Вопрос Сделаем Не вынимай Там еще и угол определенный Сейчас Подожди Еще Оп И теперь просто Снимаем Суп Проводка А в хорошем Думаю после Вот тут вот фишечка Проводка А тут нет Наверное сам внизу А справа наверное Я держу потом Так давай его запихнем сюда И пускай стиль Смотрим Мы можем Ну да 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 Не Той Та длиннее сторона Ключик уберите Пару ногу Там что-то надо нажать по-любому Чтобы вынес Как всегда Щелкает же Игорь Больше чем уверен Что здесь камеру Можно включить тоже Но центральный замок Срабатывает Ну вот есть фишки Которые не задействованы Ну может птиц снять оттуда Чтобы себе Не так точно Вот тут вот нажать Вот тут вот скорее Как вариант Знаешь что надо Отвертку с электронной Вставить И поддеть вверх Штекер Чтобы снялся Ну так было на ауди Сейчас не знаю Дорч это GM Здесь Вот здесь Нажимается И вот здесь Нажимается Оно типа как с двухсторонной Вот Вот Веришь Вот Что он нажимал Что-то Ну-ка Вытягивай Чик 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 Ну-ка Чик Чик Пусть Туда Пусть Нажимай мастер-ломастер просто в запаску упирать вообще неудобно сейчас ушел не помешал я реально смотри въелся в эту запаску все починили то есть это тоже но это часть фаркопа но это его вытянуть можно его не менять я не думаю но фаркоп не смотрят а вниз он пошел из-за вот этих изгибов ты не сможешь туда их пользуешь цепляемся за фаркоп причем цепляемся за столб и едем не поможете вверх наоборот но как-то цепляться так чтоб он потянулся вверх когда ты начнешь ехать то с моста бросить надо это думаю ну да то есть он просто ушел запасочку снимать сейчас тем ключом который выделили тем ключом чтобы запаску все равно снимаем правильно это конструкция как по лавку собрали как по лавку собрали а что он пахнул просто так да 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 фигайся лифтяры как-то за длинным как-то за правды и то короче за залазили продолжаем ремонт чиним дальше дождь позже загоняем трак я уже съездил на разборку разборка не дала никакого результата дверь на разборке капота 450 душ на смятины который все равно нужно красить бампер 350 450 спасибо друг amazon все вот это 600 по моему 50 если не ошибаюсь но сейчас покажу точнее заезжаем чтобы сильно не светиться не палиться наружу и тут теплее немножечко машина щепчет работает чисто крыто хорошо здрасте подмога прибыла ой ой спасибо очень великодушно может это хорош мужи хорош но попробуй ты худой с правой стороны зайдешь я сломаном там зайду мы на повреждение в первую очередь у нас шито-крыто прикинь на разборке 400 баксов минимум вот этот вот это с дефектами а тут у нас новый свежий хромированный и за сколько точно не помню короче вместе все вы вместе вышло в районе что-то птицы дверь и борьба я вообще так что возьму болты и мы на эти болты должны улучшить держишь да вот видишь вот так вот так Я с той стороны пин уже вставил, ну тут смотри сколько мне пришлось, ну просто не ясно, ага, если мы вырвем. Это сегодня пришла? Да. Зачем? Ночка нет. Красить придется, это миленькая. У тебя просто одевается, да? Да. А у меня надо. Когда оденешь, то аж. Везу. В общем, что мы сейчас будем предпринимать? Мы временно ставим бампер на места крепления. Вот эта рамка у нас пошла ровно к центру. На эти болты временно не крутим, потому что нам надо придумать, как же выровнять вот здесь вот. Не знаю, тут не видно, вот тут, наверное, лучше будет видно. Рамы. Но нам самое главное сейчас поставить на учет, поэтому у нас есть четыре болта, два сюда, два туда. Ставим дверь. Замуки надо будет перекручивать со старого этого. Но это мелочи. И уже будем, наверное, пробовать проходить завтра техосмотр. Так вот наш процесс. Немножко бампер стоит. Маленькие у нас есть тут неровности. Но это все для того, чтобы вы могли спокойно оставить свой комментарий под видео. Сказать, насколько мы мастера. Выкидываем это туда. И все, можно кататься. Настал момент, когда, в принципе, нужно ехать на техосмотр. Потому что у нас все стоит. Практически все стоит, да? Собрано, я бы сказал. Сегодня, завтра, а может, послезавтра придет верхний молдинг, который сюда становится. И в идеале, конечно, можно было бы покрасить заднюю дверку. Так он точно пройдет техосмотр тоже. Ну, 90 процентов. Нельзя быть уверенным на 100 процентов. Но все-таки хочется, чтобы в глаза сильно не бросалось. Поэтому я хочу покрасить. Чтобы покрасить, конечно же, мы будем красить баллончиками. Мы не будем отдавать никаким специалистам. Мы потратим 30-50 долларов. Осталось найти ту, будь здоров, наклейку. На которой будет написан код краски. Где же ты? Где? Я в душе не информируем. Но где-то здесь. Вот, Paint. PS2. Ну, окей. Прям PlayStation 2. Ну, ничего страшного. Все. Можно ехать покупать. Итак, мы в автозоне. В автозоне. Мой любимый магазин недавно стал. После того, как мне кучу машин битых появилось. Итак, у нас Dodge, который PS2 Bright Silver BCC 0.4.10. Сейчас осталось этот баллончик найти здесь. BCC. О, 0.4.10. Я думаю, что одного баллончика мало. Надо будет несколько. И вообще нам еще нужен праймер. Как это? Грунтовка типа, да? Потому что, я думаю, вряд ли что она будет прямиком ложиться. Где-то здесь у любого должна быть грунтовка еще. Я больше чем верю. Смотрите, я чуть не та краска я покрасил Dodge. Беру. Тут написано BCC 0.4.10. А здесь BGM. То есть, кто-то неправильно поставил краску. Раз. Следующее. BTI. Два, блин. BH. Бельчей. Ну, либо я что-то недопонимаю. Но это так. Разные даже колпачки разные от цвета. И, давай. BTI опять. BTI. Так. Ну, походу, я здесь застрял. Вот BCC уже ближе к моему. BCC 0.3.3.8. Берем. Ой, да. Это беда. Сейчас будем. Итак. Купил ли я краску? Хе. Купил. Но. Всего, блин, одну. Прикол, знаете, какой? Это вообще просто оборужаться. Конечно, будет прикол, если я вообще сегодня красить даже не буду. Потому что мне минимум нужно что сделать? Так как мы дверь поставили, теперь мне нужно дверь снять. И подготовить. Ну, подготовить это вообще мелочи. Праймер, как возможно, мне не потребуется. Так как там написано. Если металл не голый, праймер не нужен. Я, конечно, его куплю на всякий случай. Ну, в данный момент, что самое невесёлое, мне нужно посетить еще два магазина. Либо один. Я вот не знаю. Наверное, еще в один поеду, больше не поеду. Потому что во всех автозонах... Вот мы специально с человеком проверили, чтобы я просто так не катался. Говорю, найдите мне где больше, чем одна бутылка. Во всех магазинах в округе всего лишь один флакончик. Один флакончик, чтобы вы понимали иногда, значит, что там вообще его может не быть. Потому что он просто тупо потерялся. Но, как минимум, у меня уже один флакон есть. Второй куплю. Я думаю, двух баллончиков будет вот прямо вот выше крыши. Вот сто пудов. Просто на всякий случай хочется взять. И на всякий случай возьму этот праймер, грунтовку. Просто на всякий случай... Так, чувак, не втопи меня. Вот. Чтобы уже быть полностью подготовленным. Все. Наждачки быстренько сегодня протремся, обойдемся. И все будет хорошо. Да, да, да. Аккуратно, аккуратно мы выходим. Так хочется Dodge покрасить уже. Пора на техосмотр ехать. Моя попытка номер два. PS2. BCC. 0410. Если все будут знать, какого цвета у меня трак. 0421. 0419. И тот. Смотрите, BCC. Все. Я думаю, что двух хватит. И надо еще два. Scratch filler. Блин, надо же еще и вот это. Это же Clear Coat. Ну, типа Lock. Капец просто, смотрите. И 17, 17. Нет. С налогом будет 18. Да. 20, там что-то. Давайте по двадцатке. 20, 20, 20. Еще там. 80 долларов. Покрасить элементы самостоятельно. Ну, еще 20 долларов на наждачку со всякой водой и газом.